Ты просто используешь какой-то нехороший браузер, хотя это вроде Firefox, но он новый. Короче, с ума сошла клавиатура, я не знаю из-за чего. Из-за того, что я control сделал... Для игры, в общем-то, мышки достаточно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! У нас тут достаточно странное событие произошло. У нас сейчас будет ужас, сам Серёженька играть в игры! Вот такое вот странное событие. На главной странице у нас есть ссылочка на видеопоток, он уже запущен. И мы попытаемся сегодня вот немножечко поиграть в игры весёлые и интересные. Итак, Сергей, ты здесь? Ну, надеюсь, меня слышно? Да, тебе великолепно слышно. Ты проплатил? Нет. Мы тут решили ему бесплатно... Мы тут решили бесплатные курсы выдать. А то человек совсем загибается, у него там вот сложности... Бается, у него там вот сложности... Вот, так что это такая вот... Мы будем изучать сегодня игры. Сергей, пожалуйста, вернись на страничку с игрой Untangle. Так, сейчас мне бы понять, какой из этих окон вещается. Сейчас в окне открыт, вначале, блок и типа... Нет, скажите, вот выделен заголовок, я выделил сейчас. Да, да, да. Значит, так, ну... Итак, что надо делать? Рассказывайте. Итак, на этом сайте есть много опций, настроек. Это очень такая главная фича. Этот сайт позволяет в результате играть почти любому человеку с любым уровнем сложности. Может быть, практически все, что угодно в этой игре. И эта игра как бы адаптируется непосредственно под игрока. Вот там есть такой пунктик Type. Нажми на него. Это? Вот там, да. И вот выбери six points, шесть точек. Десять точек, но там пока слишком сложно. Выбери шесть точек. Вот, отлично. Перед тобой лежит фигура. Надо сделать из нее так называемый планарный граф. Вот верхнюю точку слева и нижнюю точку слева поменяй местами. Верхнюю точку слева это вот эту? В общем, надо сделать так, чтобы линии не пересекались. Все линии. Вот ее тащи вниз, эту точку ты взял. Так. Вот. А теперь вот. Вот. Опа! Ты подебил! Уже победа! Видишь, как просто и легко играть в эту игру. А в чем смысл? Вот. Ну как, ты эту игру распутал. Нужно запутанную игру вот взять и распутать. Так. А теперь давай Type 10. Давай попробуем немножечко усложнить нашу игру. Мне это напоминает наших диджеев. Это сеть из диджеев. Сергей, 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 Сергей. Мы сегодня будем учиться. Здесь, в общем-то, все то же самое, но нужно распутать. И немного уже будет это сделать сложнее. Так. Посмотрите, какие интересные. Вот. Вот вроде бы уже все то же самое, но немного сложнее. Сумеет ли Сергей в этой игре преуспеть? Посмотрите. Ес! Так. Давай теперь поменяй Type и выберем пунктик Custom. Custom это твои собственные настройки. Вводи 50. Сделай немножечко размер поменьше, чтобы оно влезало в экран. Вот. Чтобы нам было хорошо видно. В общем, начинай. Можно еще чуточку побольше сделать, чтобы... Может, надпись Untangle там и прочь нам не нужны. Вот. Еще, 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 еще. Вот, еще, вот, отлично. Так, ну, давай. Да. Это прикол, что ли? Нет, я обычно так и собираю ее. Когда мне делать нечего, и у меня доходят руки до нее, я так и начинаю. Есть какой-то алгоритм или как в кубике Рубика? Сергей, Сергей, вот мы фактически, как в уроках по Java, мы фактически ничего нового сейчас не делаем. Фактически мы, вот, все алгоритмы для сборки у тебя уже есть. Ты прошел два уровня, сейчас третий уровень, считай. Вот, и ничего принципиально нового здесь не добавилось. Как ты заметил, вот, игра очень простая, правила у нее очень простые. Но, мне кажется, ты как-то уже немножечко сбит с толку, да? Да уж. Ну, ведь правила игры не поменялись, ты заметил это? Может, мы слишком резко повысили уровень? Нет, на самом деле, потому что правила игры не менялись. И, в принципе, здесь все осталось точно таким же. Ладно, Сереж, я тебе немножко подскажу. Лично я, ну, это повторяю, моя, моя практика, я не говорю, что она правильная или она нужна всем. Она начинается с того, что я все точки, которые есть, абсолютно все, сваливаю в правую сторону, чтобы они просто не мешались. Я чишу игровое поле. Вот ты сейчас все точки в середину сбагриваешь, а я их, наоборот, в правую сторону, чтобы вот вообще подальше не видеть их. Но это, Сергей, моя практика. Надо ли так делать, не надо ли, не знаю. Да, ты их сейчас в одну точку кидаешь. Я сказал, в правую сторону, а не в одну точку. То есть, вот они там где-то в середине была, вот ты вправо. В принципе, это моя практика сложилась из-за того, что я играю на планшете зачастую и просто вот пальцами передвигаю все это вправо. Вот там пишут, пусть лучше в нет поиграет. Антанго Лунылый, мы и в нет сегодня будем играть, и в другие замечательные игры. А можно мы сегодня книжки по Джаве почитаем? Нет, Сережа, сегодняшняя твоя Джава, вот она на экране. Ну, пожалуйста. Нет, Сергей. Я так хотел почитать. Вот твоя Джава. Сегодня. Вот, вы видите, в 2048, в 2048 я боюсь, мы не осилим, потому что в 2048 даже я сливаю. В 2048 я писал на Дельфи 2048. Недавно обращались в лабораторную, просили помочь сделать. Но так, в общем, вы сами, наверное, догадываетесь, что из этого вышло. Отлично. Посмотрите, Сережа сделал вот уже такой вот граф. Отлично. Погоди. И вот... Стоп, 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 Сережа. Верни все как было, верни все как было. Это что за схема межевания земельного участка со сложным контуром границ? Это вот Сережина игра. Теперь берешь любую точку из этого и перетаскиваешь максимально в левую часть экрана. Вот просто в левую часть экрана, примерно посередине. Так. Вот. Можно чуть-чуть правее такой небольшой зазуб отступ подставить. Вот. И теперь вот каждую линию, которая... Обрати внимание, когда ты перетаскиваешь линии, другие точки подсвечиваются красненьким. Вот. Берешь вот эти вот соседние точки. и тащишь к нашей левой точке, ну, на расстоянии, скажем так, 15-20 пикселей. Соседние. Вот сейчас соседние угловые точки, которые сейчас слева, например, так, что с самым верхним правым углом. Вот эти точки тащишь поближе к ней. Вот. Чем ближе, тем лучше, но не очень так уж. Без фанатизма. То есть тоже в левую часть. Подсвечиваться какие я не могу понять? Это те вершины, которые ребро соединяются с этой точкой? Да, да, да. Которые вот смежные с одним ребром. Почему? Вот смотри, я сейчас взял красную, она вытянулась. Как она с той связана? Как эти две точки? Эти две точки сейчас связаны. Нет, нет. Когда ты вот нажимаешь на точку, вот, подсвечиваются соседние ее точки. То есть соседние. То есть... Ну вот смотри, вот я берусь. А, ну тут соседние, да. А вот почему-то... Почему-то это не связывается, как делаешь. Понимаешь, у каждой точки свои соседи. Так. Вот сейчас вот есть у тебя точка слева. Мы будем играть от нее. Вот. И от нее соседняя ей точка, вот которую ты положил в самый верх вправо. Я не знаю, зачем ты это сделал. Вот. И вниз влево, да. Вот эти вот две точки. Вот их подведи поближе к нашей левой точке. Ну, на расстоянии там, скажем, 2 сантиметра. 2 сантиметра, а не 2 метра. Вот, вот. Смотрите, смотрите, Сергей делает как надо. Шок, шок. Вот. Ну и теперь повторяй итерации так, но старайся при этом не делать каких-то петель, петелек. Вот смотри, у тебя есть нижняя точка, самая нижняя, которая. Ты ее можешь подвести к нашей первой точке, но где-то снизу, где-то снизу от нашей первой точки, таким образом, петелек новых не образуются. Будут петли, которые вот с правой стороны. Так, вниз, но не слишком далеко от нашей точки. Вот ты ее сейчас в самый низ засунул, подведи ее поближе к нашей первой точке, но так, чтобы вот, ну, где-то сантиметра 2 было. Вот. Так, отлично. Так, а вот сейчас ты на нее нажимаешь, погоди, стоп, 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 вернись к нашей точке, нижней, так. Вот нажал ты на нее, и пытайся теперь распутать петельки. Стоп, стоп, Сергей, стой, куда, стой! Так, вот ты сейчас за этой нижней точкой у тебя, вот, обрати внимание, от нее идет такая линия вверх и вправо. Она создает там такую большую-большую некрасивую петлю. Вот, вот, когда ты нажимаешь на нижнюю точку, вот эта вот вторая точка, которая создает такую петлю, она подсвечивается. Вот. И вот, вот эту верхнюю точку тащи куда-нибудь поближе. Вот, видишь? Это вот как раз сейчас красненьким подсвечивается. Вот теперь бери эту красненькую точку, которая подсвечивается, и тащи куда-нибудь тоже вниз, налево, вот поближе ко всем остальным точкам. Вот к предыдущей точке, где-то опять на расстоянии 2 сантиметра. Да, во-во, все правильно сделал! Во-во, все круто! Очень круто! Вот, теперь обрати внимание, у тебя еще есть несколько таких петелек. Очень много линий идет вот к нижней правой точке. Очень много линий идет. Так что пришло ее время. Поскольку эта точка у нас... Какой правой нижней правой? Это что ли? Вот это? Или какую-то уменьшую? Да-да, в самом углу. Вот эта вот самая угловая точка, вот к ней так аж целых три линии идет. Вот. Давай мы ее поставим где-нибудь между нашей самой левой первой точкой. И между вот точками пониже. Чтобы вот эти вот линии, которые идут к ней, были как бы минимальны в расстоянии. Да-да-да-да-да! Молодец, молодец, молодец! Сереженька, смотрите, как... Во! Круто! Ой, так, теперь вот эту точку. Да, вот. Смотрите, Сережа делает все правильно. Сделай так, чтобы она не пересекалась с другими. Ты так можешь сделать. Единственное, что я дам совет. Вот, стоп! Сделай так, чтобы эта точка не пересекалась с другими. Линия не пересекалась с другими. Вот, вот, все, отлично! Смотрите, Сережа, Сережа рисует свой планерный граф. Теперь, Сережа, немножко давай оптимизируем наш граф планерный, маленький, который мы нарисовали. Он пока стоит из шести точек. Сделай так, чтобы линии между точками были поменьше. Но сама топология графа не изменилась. То бишь, просто точки так, немножко поближе к друг друге, к друг дружке. Потому что у нас таким образом сейчас место быстро кончится. Вот. Веди их в левую сторону. Вот. Все правильно. Только сейчас у нас немножечко место слева пустует. Теперь просто вот налево чуточку их отведи, чтобы у нас было место. Вот. Я же сказал, где-то сантиметров, так сантиметр на два между ними. Вот. Смотрите, как хорошо все получается. Так. Теперь у нас сразу две линии уходят вот вниз, вниз, направо. И давайте мы эту точку найдем. Подсветим ее. Ага. И вот, вот, вот. Теперь вниз ее, чтобы не пересекаться. Нет, вниз и налево. Чтобы не пересекаться ни с чем. Опять-таки, на расстоянии сантиметра два, чтобы нам потом... Вот. Смотрите, у Сережи все получается. А тут нам пишут, во-первых, не ори на Сережу. Во-вторых, пишут, засекай время до того, как начальник перейдет на сука, да ёб твою мать. Так, отлично. Пока у Сережи все получается. Но Сережа уже занялся какой-то хуйней. Я не понимаю. Я не понимаю. Дальше ты что? Это как с Перлом, что ли? Я выполняю роль обезьяны, исполнитель, формальный исполнечаев. Нет, Сережа, ты сейчас на бизнес-тренингах по игре «Антангл». Мы вам показываем, как правильно вести бизнес в, скажем так, реальных боевых бизнес-условиях. Это смотря не как пересекаются с этим. Отлично. Отлично. А давай я попробую. Вот в самую левую позицию, в самую левую сторону. Вот левее всех остальных точек. Нет, нет, ну не до такой же степени. Вот, левее всех остальных точек. Так, отлично. И вот те две точки, так, чуть-чуть правее. Вот, видишь, Сережа, получилось. В общем, тебе нужно вытаскивать каждую следующую точку так, чтобы, ну, ты понял, не было новых пересечений. Вот, вот. Вот, в принципе, сейчас ход ты сделал правильный, но у тебя очень длинные линии получились, и ты так быстро съешь все пространство. Вот, поэтому аккуратненько оптимизируй. Вот пишут, о, минут за пять решил с 25 точками. Но 50 точек решать не рискнул бы. Экрану ноута маленький, хуй разберешься в этой каше. А вот Сережа решает. Так. Вот, вот, смотрите, Сережа все правильно делает. Вот ты сейчас правильно сделал. Рядышком, каждая следующая точка, рядышком за другой точечкой. Вы пиздец уже, я уже 22 минуты видеопоток рефрешу, жду, когда наконец стрим пусть, а вы из другого канала стримируете. Да, мы такие. Вот, так, стоп. Стоп, у тебя новые, очень много пересечений будет, оставь ее. Вот, и теперь вот у тебя много точек, которым идут линии вверху справа. Вот, давай, начинай редюсить эти линии. То есть, ты тащи и вот, вот, тащи, тащи влево, влево к нашей вот подсвеченной точечке, не создавая пересечений, которые были, вот, да, 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 рядышком, все правильно. Вот у тебя большая, самая верхняя правая точка. Так, вот сейчас просят бомжевый поток запустить, сейчас анонечки запущу, это несложно. Так, сейчас, секунду. Сейчас мы сделаем. Так, пока Сережа играет, сейчас у Сережи небольшое такое время для фристайла, а я попытаюсь немножечко... Ты не единственное, скажи, ну вот, если я вдруг смогу это решить, что это... Это означает, что ты немного все-таки обучаемый. Это, скажем, даст понять, что есть в тебе что-то такое, что позволяет тратить на тебя, как бы, время, силы, ресурсы и так далее. Итак, тем временем бомж-поток запущен. Правда, я уверен, что моего компа хватит на все это. Да, работает, в общем. Но если он отвалится, напишите. Так, Сергей опять занялся оптимизацией и все расталкивает по углам. В принципе, это неплохо, если он уже бы собрал половину, как минимум. Потому что в какой-то момент, возможно, понадобится нам поставить точку не левее всех, а выше всех. А он начал с угла собирать. И таким образом... Да, да, да. И таким образом может что-то не получиться. Кстати, в Java есть такой паттерн, называется стратегия. Как раз он и предназначен для того случая, когда мы не знаем, чем наша программа закончится. Но, как бы, чтобы ее переписывать, было не так больно. Вот, Сережа занимается пока что постоянным переписыванием своей программы. Точнее, переделыванием своего графа. Но это... Это норм. Так, если бомжой поток отвалится, вы напишите. А мне кажется, это не распутать. Если точки не начнут исчезать, как линии в Тетрисе. А вот Сережа как-то давным-давно играл в эту игру и сказал, что надо такую вещь за донаты делать. Задонатил, нажал на точку дважды, и она исчезла. Так, а что там с шакальным потоком? Вот он запущен. Однажды я учился вязать шапку. В результате примерно так же нитки распутывал. Ну, видишь, видишь как? Сереж, мой совет. Если видишь, что к одной точке идет несколько линий, попробуй именно ее первым делом приближать. Вот, видишь? Видишь, как удобно? И сразу все распутывается резко. Видишь, как удобно? Красиво. Вот пишет, Сереж, ты совсем тупой или просто устал? Но человек не разобрался пока. Я бы предложил вам провести елку с шестиклассниками. Мы уже... Да. Вы вот помогли... Нам бы самим кто елку провел. Нам бы самим кто елку провел. Тут вот, помимо песенки про экологию, еще восточный танец заставили танцевать. Причем, сами понимаете, большинство восточных танцев очень такие... Вот нам пишут. Помню, как занимался подобным в тетради, когда я дорочил теорию графов. Просто пытался как можно более няшный, компактный расположить граф на листе. Страниц 5-10 изводил на один граф. Аутизм ебаный. Вот. А мы и делаем вот такую вещь. Мне, кстати, сказали, что давно бы написал плонаризатор. Если не знаешь, куда сунуть точку, положи ее на место. Не трогай. Не для тебя пока. Вот тебе прям по самому центру экрана сейчас две линии идут вправо. Редюс сложность. У тебя вот такой вот сложный граф, и тебе нужно, так сказать, редюсить сложность. То есть, уменьшать сложность. С крайних точек начинай. Потому что написание программы – это сложная задача. Так, Сережа, стоп. Зачем ты ее вверх кладешь? Потому что ты создал новые пересечения. Вот, вот, вот. Вот ее вот к тем предыдущим двум точкам. Уменьшая расстояние до соседних точек. Вот ты сейчас взял вот под все две точки, которые снизу, вот под них положи. Вот у тебя красные две точки слева горят. Вот под них положи. Чуть правее, ниже их. Да-да-да-да-да, молодец, молодец. Вот. А теперь вот верхнюю точку положи вот между оставшимися где-то как-то. Вот. Не очень красиво, конечно, потому что правую точку надо влево поставить. Вот оставь, оставь здесь вот. А правую чуть ли... Вот, видишь, как красиво и удобно получилось. Вот. И таким образом ты должен снижать сложность. Все больше и больше. Больше и больше. Ссылку на Бабжевый поток можно, а если анонечки пришлют, можно. Так-то я ее сам не помню. Так. Вот. Оставь, оставь. Оставь вот здесь. Да. Молодец. Рядом с двумя другими красненькими. Молодец. Оставь. Вот. И так, и так с каждой следующей. Вот у тебя есть замечательно три места, к которым идут сразу по две точки. Так. Эту мы пока не можем поставить, чтобы с другими пересечениями не создавать. Так что ее мы пока уберем куда-нибудь направо. Ну, что видишь, если мы ее сюда поставим налево, вот куда ты сейчас ее поставил, то у тебя остается пересечение с множеством других точек. Пока это не надо так делать. Положи ее назад, где была. Сережа занялся рефакторингом. Не зная, что делать, мы переписываем нашу программу в сотый раз. Так. Ну, ладно. Ты создаешь все новые и новые пересечения, Сергей. Ты должен от них избавляться. Так, подсказываю. Вот точка, самая третья справа, верхняя третья справа, вот, она очень хорошо может, к ней идут сейчас две линии, вот, и к этой точке, вот, если ты эту точку возьмешь, ты ее можешь влево оттягать. Вот, с правой стороны верхняя третья, так, Сережа решил сделать мини-граф справа, так и не решив, что же делать, он делает мини-граф справа. Ну, в принципе, можно и так, вот, учительница химия однажды спросила, а вы будете, мистер, вы будете решать методом полуреакций? Да, такой метод существует, мы его будем изучать в старших классах, вот, и если вы можете прямо сейчас, приступайте. Сергей, чего молчишь? Мне кажется, что так я вижу их лучше, по крайней мере, тут немного же осталось. Сергей, смотри, смотри. Отлично. Вот оно, да, допустим, хоп-поп-поп-поп-поп-поп. Так, 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 так. Обратите внимание, половину мы решили за Сергея, теперь Сергей решает сам. Вот нам пишут, а еще если видишь, что к человеку идут несколько важных связей, то нужно приближать к такого человека. Это социальная игра! И да, Нонечки, дайте ссылку на видео «Поток для бомжей». Опа. Так, вот, у Сережи почти получилось. А как мы поймем, что подеба мигнет микроэкран беленьким? Так, вот смотрите, Сережа программирует почти как я уже. Я вот не знаю, программировать как ты, это хорошо, этому радоваться или печалиться? Ну, по крайней мере, ты уже программируешь. В кукарекулку отправь эту ссылку. Вот. По крайней мере, ты уже что-то делаешь. Почти подеба. Все? Все? Смотрите, он втянулся, это уже маленькая подеба. Так, Сережа, повторим, закрытим полученные, скажем так, знания, или нет? Ну, давай. Ну, давай. вот давай еще раз новую партию сделай я не буду говорить чтобы ты сделал там 300 точек потому что это долго и скучно в данном случае вот сколько 50 в этом дали ссылочку вот в общем адрес такой же только вот такой такое вот слово на конце и там будет бомж бомж поток в низком качестве вот сейчас я подсказывать не буду начинай это закрепление пройденного материала можно попробовать по своей методике пожалуйста пожалуйста только обратите внимание сергей только-только вот выпускник вот и как бы уже знает лучше учителя как правильно раскладывать так вот напишет может уже интуитивно их распихивать в стороны но сергей ты пытается делать отличие его стратегии и моей стратегии в том что в его стратегии сережа пытается сразу все сделать а я в своей стратегии так потихонечку полигонечку по пол шишечки собираю вот результате у меня более-менее успех ну да наверное рановато давай пока закрепим нет сережа ты должен решить все все это взялся решай если нужно что стратегии может быть например разделение на мини графы я так и хотел сделать но просто пока слишком это надо по как это сказать переспать с этим как миф ну то есть ты понимаешь она так вот иногда варится в голове и потом меня так мышление работает почему-то когда пресняется вот нет хорошо конечно но сутью здесь в том что надо сложные задачи делить на маленькие задачи они браться за все сразу по крайней мере я вот не являюсь богом и мне вот если возьмусь за все сразу это вот сразу будет фейл потом пишут на сеновал с графом то не было никакого сеновала а теперь и марины нет поеду завтра бы не оставаться одному сереже расскажи как ты страдаешь в одиночестве без марины и без детей да вообще не по себе когда 10 лет прожил в постоянном шуме встаешься один аж я спать не могу не поверите вроде наоборот должно быть что все тишина и себе никто не мешает по ночам не орет не дергает не получается и опять сергей совершает ту же ошибку не давая себе место для для маневра в случае чего подпишись кто тебя кормит неужели сам ничего не ем глотаю небось школе кормят ну школе есть там сейчас же каникулы какая там уже столовая то не работает ну тогда ходил там такая дрянь 40 рублей 40 рублей завтрак 40 рублей обед они сами говорят тут было собрание директор выступала говорит типа вам нравится как кормят школьный стол и родители нет тип не нравится будет еще хуже у нас скоро вегетарианское меню будет везде потому что продукты поражают ставка там какая-то есть лимит ну типа они не могут поднять стоимость питания в школе потому что на эту стоимость завязаны льготное питание которое они должны предоставлять там ну там малоимущим многодетным семьям и так далее вот поэтому повысить стоимость этого они не могут но и продукты сильно кормить детей говном да там конечно перспектива не очень радужным вот нам пишут в школе кормить час слышал истории что повара пиздит еду из столовки да конечно конечно столовки работает зарплата 8000 то есть там я не знаю как но другой стороны у них же не 8 часовой рабочий день вот у нас столовая в 3 закрывается насколько я знаю но я не знаю может они там котлы могут еще что-то делают то есть я не владею информацией но один парень устроился туда работать но антон может ты помнишь его был такой помнишь в эфирах у нас был он лет пять назад он из детского дома на самом деле сейчас ему лет 20 пошел туда работать и вот там эти поварихи в общем загнобили очень агрессивно он не смог там работать вообще дедовщину устроили в общем-то поварихи загнобили школьника но не школьник уже был ему лет 18-19 было он отучился в училище в путяги на повара пошел туда работать в общем общем все так казалось жестковато для него котлы моют черти повара чистят котлы в которых варились школьники грешники так столовой не дедовщина там поварщина ну да так вот пишет ничего не ем и давно это так понять если было давно я бы качурился ну новый год вот сейчас всяких шоколадок и калорийный уже шоколадок надарили да я недолго дня три наверное только того что без марины остался да нет но я недавно приехал я рядом с него там просто мне надо было на работу ей надо было остаться тут как сейчас сейчас что-то такое вроде бы так 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 вот тут вот сюда сергей если ты проебешь такую жену я совершенно серьезно ты будешь полным кретином а кто сказал что я про ей если не ебать они как бы вот обижаются не да я знаешь переживаю что вот все эти истории послушаешь от мужиков что не сможешь просто понимаете о чем я вот есть вещи на которые мы не можем повлиять то на что можем повлиять так конечно все сделаешь понимая что действительно сережка специально пентаграммы рисуешь нет так вот тут вот да получилось как-то как-то ник так сейчас левую среднюю можно вниз от оттянуть не подсказывает обратите внимание что сергей не пишет нового кода он лишь рефакторит имеющийся почему не пишу вот я сейчас так и сделаю сейчас оборот после рефакторинга программа вообще перестала работать сейчас 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 я вот уже начал скучать по столовой в дурке пишет наша девочка не кати в столовке особенно любили особенно спрашивали про мою про мои религиозные убеждения в столовке там такая старушка работала она такая бойкая сильная явно вот но когда она меня видела она как-то так меня в общем общалась со мной активно явно больше со всеми другими пациентами многие бывают хикками поневоле тут целые школы веганов поневоле так вот напишет вкатился на говне о чем беседы мы учим сергея играть в игру антангл собирать планарные графы блять мне поражает это оправдание но зарплата же маленькая как же не пиздить еб твою мать или ищи другую работу или делай свою работу хотя бы честно это неправдание ранее я например не поняту же бесит это у нас вся страна нами на этом построена как в анекдоте что тут еще и зарплату платят на знаете анекдот потому что устроился милицию или куда-то зарплата зарплата не приходит пистолет и крутись как можешь но давно много анекдотов таких друг другая боль даже если не воруют сейчас поставили везде видеокамеры и воровать то особенно уже не получится кстати в этом плане профит даже быть поваром мне например бабушка всегда говорил иди в повара хотя бы сыты всегда будешь сейчас даже поваром уже идти нет смысла потому что везде камеры лишний раз не попробуешь даже и уж на халяву пожрать точно не получится а вот в этом плане свой рост он там вопрос как-то более-менее исчерпан вот есть такой замкнутый круг я не знаю как его правильно назвать например есть такие дешевые продукты например паштет шпротный я обожаю там паштет шпротный или я очень люблю ливерную колбасу обожаю эти вещи вот но многие люди считают что она это же это же паштет это же говно можно дело можно просто срать в банке вот и это же дешевка что ты хотел это же дешевка поэтому качество должно быть говно и вот меня тут сильно очень убивает просто ты делай или качественно и не делай никак сука причем здесь кажется такой замкнутый круг потому что чтобы был товар дешевый в итоге нужно снизить затраты затраты снижают за счет работающего персонала вместо людей нанимают какой-то отбитые быдло и товар действительно получается говном вот в результате знаете вкусный шпротный паштет раньше был я покупал ящики паштета этого мне он очень нравился но сейчас жрать это невозможно та же самая история кстати с ливеркой единственную ливерку которую я могу жрать это привозную белорусскую вот она очень вкусная но сука дорогая вот хорошо хорошее сообщение написали нам какие пять лет какой антон начальник не помню где он не мытую кастрюльку с борщом оставил вчера я вот это про меня так 20 лет уже не школьника первокурсота человек познавший жизнь какая первокурсота это лечится а для тех кто школу еле-еле закончил много сдают по пятому разу не могут никак сдать изложение написать вообще в 18 лет человек признается годным убивать убивать-то признают годным убивать он уже познавший жизнь мне кажется для того чтобы убивать как раз таки чем меньше интеллектуальный уровень тем лучше скажет убивать он женщин детей люди более-менее думающие миллион раз засомневаются а эти нет сказали они сделали но тут у нас был эфир про армию шер рассказывал как он служил и у нас была шутка хочу защищать хочу убивать людей айки 85 или 50 о вы приняты так и есть чем тупее тем лучше ведь если человек человек и он очень быстро распарсит то что происходит а происходит всегда одно и то же людей просто но обманывают им говорят мы освобождаем и не знаю там от рабства какого-нибудь чего-нибудь на самом деле просто происходит как и тысячу лет назад или больше перераспределение ресурсов какой-нибудь все он сейчас манипулирует людьми говорят что мы боремся за то за все да ну даже говорить нечего всего три дня без женщины и уже по шоколадному делу пошел да нет дело не в без женщины вообще в тишине не убивает она вот что значит привыкаешь can't keep your silence сырой же баба рэп или нет так есть вещи на которые не можем влиять рисует пентаграммы ничего не ест что-то мне страшно за него так вот здесь вот получается так пентаграммы выходят сам из сами собой и по периметру зажигаются свечи надо в эту игру свечи добавить так нас прошут как там девочка что с ней девочку отпустили из дурки до 9 января я так понял что ему сделать надо ему нужно все распутать вот и собственно в реальной жизни сделать проект разобраться в своих мыслях и все сделать более-менее распутанно так бабушка интересовалась знаешь ли ты кровавого бога я до первый раз услышал когда вы моим детям пытались рассказывать так ну там же принято пиздить если не пиздишь не мужик и коллеги не уважают ты чё не как все где принято в россии ну в столовке их твоей хотя бы так идея повара сытым всегда будешь иди в ювелире золото всегда будет иди на линию сборки машин 100 штук будет иди в хирурги органами торговать будешь блять что за хуйню несут такие бабки в этом плане лучше всего идти в банк с деньгами всегда будешь так и есть у них запутали не пятнадцать двадцати тысяч казначейством я додел казначейство другой вот те которые в банке работают просто вот объясни мне почему министр финансов самая высокая зарплата очевидные думаю почему меня очевидно так и что я не читаю мумбель а кровь из глаз еще не шла у тебя сергей как с кровью из глаз смотри спрашивает кровь из глаз еще не шла ходить можешь это после чего вот из-за того что не ешь ничего по шоколаду угораешь нет я угораю по шоколаду в буквальном смысле этого слова потому что на новый год надарили как всяких шоколадок не знают то ли из-за того что я типа и никейщик местный то ли из-за чего не знаю то ли они всем надарили дети тут подарили тоже ну кстати у меня дети все сожрали но съели в смысле приходит на переменах у вас есть что-нибудь поесть я буду они только конфет много съели они воды столько выпили этот недавно пошел думаю в воды чтобы хоть пить можно было то сидишь до 9 вечера начинает башка болеть я понял такие такие такой идешь от автомата с водой нет автомата с водой в том ты делаешь просто в магазине 105 литровую бутылку купил они тут пришли девчонки на кио давайте пить и они знаете типа прикалываются там чокались там воду все выпили я думал такой идет сереженька это автомата держит бутылку в руках дети сергей владимирович угощайте у вас пузырь не так только но они уже приходу все да ты собрал молодец отлично вот я думал серёжа сейчас будет играть в такую игру что проще удалить и переписать заново но нет сережка справился по деба а теперь сережа вот там есть пункте game вы видите какие там пункты меню а не обновлять нормально нормально я сказал game пункт game я сказал иди назад я тебе сказал что-то 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 было делать game а кенцель я тебе пасил вы не сжать и пасил пункты показать впрочем в правой вот так вот уже поздно уже поздно короче верху стаблок топочка соль в game надо было ее нажать и еще было бы поздно а что было бы было бы показано правильное нормальное человеческое решение а стою не понял сравнил свое решение и правильное решение а какой-то козис провели правильное решение не понимаю ну в принципе и твое решение то что покажут это и другое правильное вот например нажали и что это такое это более короткие пути что ну какие-то 50 type 50 сделай вот и соль гейм и чё так и чай коррская дедовое решение вот это правильное решение и обрати внимание как здесь все красиво упорядочено а у тебя где-то маленькие линии где-то длинные линии где-то еще что какие-то объективные параметры объективных параметров нету объективных параметров нет может расстояние вершинами или что любые какие-то между ребрами нет нет объективного объективных критериев здесь нет но вот ты должен посмотреть на это и сказать что тебе больше нравится твоему глазу что больше нравится но видишь линии более менее все сбалансированы красиво все выстроено так у вас замкнутый круг а у сергея замкнутый неправильный многоугольник ну чё сергей давай вот сотри надпись в адресной строке пазл с антангл вот они просто антангл сотри gs антангл сотри вот gs тоже сотри вот и мы будем играть в другие игры я думаю нет мы оставим на потом давай же переходи по ссылке вот этому нет мы оставим на сладенькое вот сейчас мы будем играть в замечательную игру ректангл скролли вниз игрушка называется ректангл я в нее тоже вот люблю поиграть вот ректангл с да вот там есть отлично значится увеличь игровое поле чтобы мы все видели его значится правила игры такие ты можешь рисовать на игровом поле прямоугольнички попробуй что-нибудь нарисовать не а вот молодец а теперь попробуй нажать мышкой и подтянуть мышь куда-нибудь дальше в сторону так тени тени вот вот отлично ты можешь рисовать прямоугольнички вот а попробуй нарисовать прямоугольничек в половину игрового поля то есть на одном надо кличка начинаешь да вот вот видите серёжа научился рисовать прямоугольнички задача игры нарисовать такие прямоугольнички чтобы вокруг какой-то цифер нужно какой-то прямоугольничка рисовать чтобы прямоугольничек был размером ровно в то количество квадратиков которые означает цифер например вокруг четверочки у тебя было был прямоугольник размером 44 клеточки вот если сейчас нарисуешь размером 4 клеточки то он окраситься в черненький цвет сереже не надо удалять старые линии это смысла как бы нет вот так вот видишь мы покрасили покрасили 4 клеточки молодец а теперь твоя задача покрасить все клеточки этой игры вот сделать так чтобы вот ну ты понял игра очень простая и на самом деле очень затягивающие напоминает планирование бюджета пошутить про эту страну не буду конечно но я думаю вы догады догадайтесь бюджет какой страны сейчас серёжа планирует вот серёжа дошел до такого момента что или одна циферка будет помечена или другая потому что на всех денег явно не хватит это прямоугольник формы области должны быть именно да только прямоугольники как это сказать метаморфична морфична да вот так напишут дешевое говно так все так сказали ради очей особенно когда дело обстоит с отечественным производителем итоге отечественные производители загибается от отсутствия спроса кроме как от нищей слою в итоге приходит иностранный производитель демпингом пидаряет местного и устраняет анальные установлю тональную цену с пошлинами ну вот в результате жрать нечего так на всех денег не хватит это бюджет любой страны а вот я умею играть в эту игру и у меня бюджета хватает как вы думаете научиться ли после сегодняшнего эфира сергей вот планировать бюджет смотрите-ка смотрите у него получается удобнее за за один проход же делать смотрите серёжа почти разрулил бюджет и смотрите смотрите он серёжа ты чувствуешь себя победителем знаешь очень сложное у меня ощущение учитывая то что я пробовал уйти от вас семь лет и семь лет я не шучу я не знаю не получилось пришел ты скажи что ты сейчас чувствуешь ты снова хочешь уйти нет я понял что я хочу уйти я понял что вот это сообщество это лучшее что было в моей жизни туда у меня есть дети у меня было мы есть я и нет я представлю что вот я помер у меня есть две вещи как бы семья и вот 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 а все остальное это так прошло мимо то есть мои сослуживцы мои одноклассники мои бывшие коллеги все это так узнать когда напишешь где-нибудь в контакте где привет привет или в одноклассниках у меня там нет конечно но и так можно представить как дела да вот там женился дети здесь ну понятно ну все и все и можно всю жизнь не общаться а потом просто напишите помнишь такого-то там шизика был там в очках низкого роста за михайлов дополню помер надо же сколько лет там ну 40 там или 30 но ясно ясно вот так вот все люди блины живут а если скажет вот помните там диджея такого сразу есть что вспомнить понимаете сразу этот пишут несколько сообщений сразу как трогательно другая пишет ты еще на том 2 че не был дальше ты хочешь нет я дома вот ты знаешь иногда я дома себе говорю надо пойти домой так и этот человек преподает информатику он же тупой от себя не уйдешь серёжа теперь ты на радио навсегда а по поводу человек дает но вы знаете я думаю что умный человек не смог бы работать в школе потому что ну вот попробуйте вы поймете о чем я говорю представьте какие у сергея коллегии сослуживцы если радио для него роднее ближе где его хуесосили как только можно а у вас что не такие коллеги нет расскажите пожалуйста какие у вас коллеги и у вас однако даже после курса хуесосинга сергею вот лучше здесь нет вообще понимать вы хотите сказать что все что было оно было безосновательно что ли причин для этого не было я могу послушать любой свой эфиры и поставить себя на ваше место и шок что господи ческать отдельного лет только лет откажите волшебно хотя бы какие-то были как-то сказать продукт радость и сердечко лучей добра серёжа и всем анонимусом когда у тебя коллеги на работе такие же как начальник на радио анонимус что не знаю все терпят шутки про анусы постит голодцы в чат и все такое прочее я не скажу что это сильно хорошо иногда я думаю когда меня уже побьют я такую ахинею несу как меня терпят а меня все не бьют не понял это просто у тебя были такие коллеги у меня сейчас коллеги у тебя коллеги как и расскажи мои коллеги отличаются от и только тем что в анус себе делдаки не суют и пол у них нормальный смысле дома меня не верится в это понимаешь здесь какой-то вот у нас мне тоже не верят скорее всего делдаки они уже попробовали кстати вот я уже который день хожу в юбочки говорю юбочки реально удобные лучше трусов так кстати сергея похоже биполяр очка чё у нас там забился какой-то чуханов тест channel и не выходит это известный чухам так серёжа вот серёжа уже увеличил себе сложность заинларджил и начал проходить планировать бюджет новой страны обратите внимание а как он по одной линии вот выстраивает он не хочет давать ассигнования сразу целому там государь субъекту а вот сразу сразу вот опа опа с 12 это уноши и вся а мог бы за одно движение мышки ассигновать серёжа обрати внимание ты заметил что тебе нужно и в этой игре использовать умножение серёжа смысле умножения например 12 делится на нужно разложить на 4 на 3 и ты нам нужно на множестве вот фактически тебе нужно разложить каждое число на множители подпишут в юбочке а тебе еще когда говорил что труселя не нужны и для теплообмена вредно вот и я говорю очень удобно без труселей кстати и вот в этой игре когда я начал в нее играть мне очень сильно хотелось во-первых чит приделать в виде калькулятора во вторых мне нужно было какой-нибудь хотелось сделать разложение на множитель автоматическая алса для этой игры я купил на алиэкспрессе специальный такой как называется емкостной стилус чтобы суп можно было играть в маленькие квадратика большое количество квадратиков вообще вот это вот все так серёжа сумеет ли сергей бюджет распланировать нет 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 это все не то я вот уже вижу сразу решение я могу стать министром финансов наверное можно подсказку нет видите сергей хочет видеть единолично быть главным так читал кусторе на ебаном там о банках плохо отзывались говорят дают нелегитимные приказы потом могут отъебать за это работал в элитном банке пиздят деньги были но не у меня у меня только зарплата может быть правильно никак по другому вот сейчас серёжа на самом деле сказал очень важные слова а что здесь только так можно до серёжа и вот знаешь в реальной жизни это вот такой очень правильный скилл для принятия решений который пускай ломает все нахуй но ведь другого-то решения нету пускай хуёво через жопу как вы писали гостевушку на перле ну а что есть другое решение у тебя на самом деле вот это вот сейчас решение было но такое самое правильное было за все семь лет что ты здесь находишься ну серёжка выделил бюджет так серёжка отрезал других ассигнования но теперь давай гейм режим какой какой бы режим выбрать сейчас погоди если возьму свой планшет чтобы было аутентичный к с моим планшете кому игру ты уже понял а нет планшет у меня где-то валяется и выше найти ну давай знаешь так 45 на 20 а все такое ничего unique solution это убедиться что что будет единственное правильное решение если галку снять игра может быть более интересный expansion фактор что это параметры генерации лабиринта вот уменьши немножечко разве чтобы мы все видели если она будет не очень пропорциональными я думаю можно ну куда ж ты а я не знаю эктанглс я control крутить хотел еще раз какой ширина еще раз какая ширина я контрол колесико нажала он почему-то скинулся 45 на 20 давай как уменьшить то внизу вот за треугольничек подтянем тут он видны вот в общем то игра простая это максимально наверно да по такие пропорции потому что у тебя экран широкая экран широкоформатный поэтому вот я обычно что-то подобное собираю у себя на планшете что просто экран так максимально был использован поэтому такие цифры вот сумеет ли сергей распланировать бюджет страны или не сумеет так пишут это должно было произойти ведь не может быть все так просто так 0 часов 0 минут режим ай блядь сука активирован начинать она нужна на самых больших я понимаю да потому что сразу будет видно где ты можешь задействовать остальные маленькие где не можешь ну в общем то да но сергей хочет сделать все сам ему нужно сейчас у 70 найти множители например 7 на 10 и как-то вот рядышком нарисовать 7 на 10 квадратик нас вот такое странное обучение как вот обучение джави только в этом обучении по какой-то нет неведомой мне причине сережка решил сам правило как бы придумывать да сереж для твоего упрощения внизу слева показываются размеры квадратик который ты рисуешь вот сейчас нажми на число 70 и тащи вниз вправо до тех пор пока так со всеми стены захватил вот вниз вправо тащи до тех пока не будет 7 на 10 внизу справа печь внизу подсказочка очень 10 на 7 вот видишь как удобно ну тогда все просто просто начинай это на сапер похоже по большому счету чем-то логика в смысле размышлений это начнешь какой-то странный у вас судоку действительно так зачем идти на низкооплачиваемые работы потом пиздить вы не учитываете тот факт что в мире овердахуя не сквалифицированного быдла с большими амбициями это я которая не хочет напрягаться на заводе я хочет сидеть в тепле и растить жопу я я еще раз я да и часто они сидят на одном месте всю жизнь потому что не в состоянии найти другое я лучше оплачиваем место работы а дончик ты все написал про меня единственное что я хочу заметить что чем больше ты сидишь на одном месте работы тем больше ты как бы стоишься мастером этой работы сергей у нас трансляция отвалилась не знаю почему на а где работе работает ты просто не двигал мыши я просто до буксую особенно вот здесь у сережи случилось зависание мозговое 38 лево или вправо раскладывает 38 на множители я понял 20 сейчас наверное додумается до чит коды и возьмет таблицу умножение 25 явно только сюда получается сережка сережка исключает варианты видите как видите какой прогресс сережка находит варианты которые только единство которые имеют смысл у меня шок от этого не блин как разложить ну все сломал вот напишет чем тупее тем лучше сережа самый честный педагог нет но нет но есть ну что можете с этим поспорить спросите у широ чем тупее солдат тем лучше исполнительность и интеллект это разные вещи совсем разные скорее в обратной пропорциональности находящиеся друг другу вот поэтому меня и не берут на ни на какую работу так сложит пентаграмму из кастует на себя проклятие из фильма так иди в кардиологи проклятие снимать будешь да вот правильно широ пишет в армейке за меня уже подумали так это не только в армейке в армейке просто все гипертрофировано у нас разве не везде так за нас везде все подумали уже только как бы иллюзия если ты что-то выбираешь а по большому счету тоже все везде так в школе разговора не подумали чему у вас думали вот и нахер я в эту школу ходила до сих пор не знаю не только в университете за вас подумали уже подумали не надо думать мамка до сих пор меня вменяет то что я не знал зачем школу ходить не хотел туда идти но сходил бы ты сына хоть сейчас психиатру может быть тебе бы починили нет пока можно советую вот смотри у тебя внизу справа рядом с 25 тройка лежит если ты эту тройку заполнишь горизонтально ты сломаешь 25 если ты заполнишь ее вертикально то у тебя будет пустой квадратик неучтенный бюджет ты хочешь этот неучтенный бюджет себя в карман положить ой так миленько все как он планирует бюджеты сереж ты чувствуешь что как-то тебе стало приятнее сразу меня стартап родился так сереже стартап лезет так 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 сергей первые начало большие вон у тебя 40 чуть ниже и правее от центра 40 слева ниже середины да нет 38 еще вверху 42 68 выдели их сначала тебе будет проще нет нет 15 вообще на самом деле с одной стороны он просто другой стороны вот я лично играю именно как сергей делает то бишь по строчке по чуть-чуть по капельку я не ищу самые большие варианты обратите внимание что сережа сделал такую пустую линию для трех где 3 и сразу потом 15 пустая линия в карман карман на ее никуда не денешь там выше тихину нет больших так значит в карман карман не распределил бюджет в одном месте кому-то не достанется финансирование в другом месте смотрите смотрите он исправился наверно так я смотрите так разочаровался в белоруссии купив за полную стоимость белорусский язык желе и обнаружил что язык там очень очень тонкими кусками которые желе увеличивает как под увеличительным стеклом 90 процентов желе вообще язык желе он по определению такое неважно из белоруссии или еще откуда-то белорусский язык а дайте пожалуйста ссылку на этот аутизм через бомжуэ не видно буквы так пожалуйста держи это ссылка на всю коллекцию игрушек вот сейчас мы конкретно играем в так называемый ректэнглс вот сразу предупреждаю это коллекция игрушек может сломать твою жизнь и когда я такие вродячем так и говорили ты сломал мою жизнь я сломаю твою жизнь там есть например игрушку про эльфов что ли или про гномов там там вообще ужас который я не осилил дядя сергей дайте попить а то сушит с утра начальник повторяй за мной ректангл 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 ты посмотрел транскрипцию ректангл моя мамка сказала бы что таких слов таких букв нету и поэтому говорить ректангл твоя говорит джек ювери я так говорю у меня в школе были учителя похоже не на серёжу она начальника орущие чморящие учеников сергей видишь какой я учитель хороший тебе уже нравится быть моим учеником вот сергей кстати у меня в школе был учитель моя классная руководительница которая когда бесилась просто вне себя была она могла там разбить линейку об голову ученика это еще такое безобидное она могла стул взять вот этот вот не знаю он сваренный из металлических таких труп кинуть куда-нибудь либо в коридор либо вдоль прохода что-то подобное вообще возможно в текущих условиях школы или сразу за это увольнение ну если ты швырнешь что-нибудь но если не ученика туда возможно всякое если ученика этого мягче ученика уволит конечно но это все знаете есть такое понятие служебное производственное вернее необходимость то есть замнут не замнут это дело куда капнут куда что в школах происходят дикие вещи на самом деле некоторых и если вот вам рассказать не по и не только в школах вообще в россии но вы же услышали про эту банду то цапков вот вы поверили что короче возможно это уже было вот при таком не в лихие 90 лет вполне себе вроде бы уже цивилизованные годы так и в школе есть мертвые души там допустим ребенок где-нибудь в монастыре с мамой православие во все поля числится в школе такое бывает 30 неплохо будет на одну не слышно по моему сверху ты и наделал вот видите даже в игре сережа решил создать неучтенную статью расходов 36 35 так пишет рект рект энгл не учи транскрипт рассмотрите а или чего не разбираете что ли ну чё гадать то есть же транскрипция даже не говоря уже про озвученные словари а языку не складувая и беларусь не говорил учительница стулья кидают в них они терпят значит она вас правильно выучила нет все не то это все не то так 38 переделать я уже вижу сергей вот пишет радио это заметили реальное общение для аутистов сережа зачем тебе это семьей да вы не поймете никак блин вот как же что люди которые не женаты или не семейные вы не поймете что семья не заменяет весь мир семья это тыл понимаете семья это части жизни это не вся жизнь это не семья это поплавок да господи ну как вам сказать вот блин с чем это можно сравнить то ну допустим вот вы хотите найти работа жизнь нет нет кто-то живет семьей нет нет жить семьей нельзя это нереально это иллюзия им кажется так вот слушай мне звонил чувак в доброфон он меня спрашивал совета говорит у него есть работа которую ему очень нравится есть другая работа похоже которая ему тоже очень нравится он не смог решиться какую из этих работ взять и взял обе он работает на двух одновременно работах которые обе ему нравятся и у него есть семья которая говорит что им уделяется мало времени но он типа любит и семью и работу и уделяет время семьи ему кажется что достаточно времени уделяет но тем не менее семья жалуется спрашивал меня совета что делать я посоветовал ему порвать с одной из работ и он не принял мой совет это путанная история что заработал что тут сложно так сказать что то непонятное контекст нужен но связано что-то с телевидением вероятно потому что одна из его работ это режиссер а вторая не знаю но тоже видимо люди знаешь ли там все очень непросто очень непросто быть сережей что что такое смотрите смотрите у сережи все равно не учтенный бюджет остается как бы он не пытался у него все равно не учтенка вот 80 точно так вот уже никак по-другому 80 точно не сложить если 80 так то 8 получается а ну да и сережи все не учтенные так объективных критериев нет разве душ подбирается оптимальный параметр для кардинат . расстояние между ними рисуется оптимальная картинка ну более менее оптимальная серёжа решил как умел как и я пишу программы очень важный вопрос серёжа какой процент старшеклассников хочешь стать программистом и обрушить рынок труда дешевый кодерской силой школьники сегодня умнее чем 10 лет назад или нет не до видео потом есть так как бы ответить на этот вопрос мне или не умнее стагнация есть определенных деградации не знаю сказать определенных навыков мотивации есть совершенно однозначно знаете вот такой вот у всех у всем вам наверно знакомое чувство вот в пярица в монитор и просто скроллить 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 ни о чем не думать вот стойко у меня возникает ощущение что сил бороться с этим все меньше у каждого следующего поколения то есть они находятся заложниками этой ситуации мужей надоело им хочется чего-то но и совершить усилия и не могут они чтобы что-то такое вот но когда им предлагаешь они с радостью соглашаются то есть чтобы не они сегодня я сегодня таким образом 7 часов себя ебал в сраку чтобы пойти за хлебом но за хлебом я так и не пошел да что ж такое а все нет сергей то есть нужен какой-то инициативный человек который будет предлагать идеи в чем проблема то есть я тебя правильно понял что проблема в том что дети не знают чем заняться пока им не предложат что-то конкретное не знают абсолютно них вот вот эта способность есть абсолютно атрофирована и атрофирована я понимаю именно до цифровым вот этим миром то есть когда все это ваши компьютеры колеты виноваты нет они не виноваты просто ну понимаете вот как получилось с фабриками никто же не скажет о фабрике это зло да но сколько людей сошло с ума когда индустриализация происходила вы же знаете помните эти из чарли чаплином фильма когда человек там шел по улице и стал там крутить все что видит это а ты по модерн таймс я не знаю не помню как это называлось я немножко должен как преподаватель сейчас вмешаться сергей пытается не порушить старое но сделать новое даже маленький маленький бюджетик вот дать посмотри влево у тебя идет двойка без нее ну ну никак вот соответственно а вот маленькая двойка у тебя такой блокер и вот линии так 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 все правильно делай 46 42 вот молодец теперь двоечку двоечку вот нет нет ты опять не так двоечку вправо 2 вот а потом рядышком 30 вот молодец я конечно нихуя толкового не объяснил вот так тени пока вот пока не сойдется бюджет вот видишь как все просто игра на самом деле очень простая короче говоря я мечтаю просто показать вам что действительно школьники не безнадежны может быть даже на своем примере вот вы видите 7 лет понадобилось чтобы вы поняли что ну я надеюсь чтобы не то чтобы поняли а может быть ходить чтобы какое-то сомнение у вас возникло возможно этот шизик еще не так это и безнадежен также можно подумать о любом школьнике современном я вообще после того после того нет то спрашивай играй главное после того как вот батя сейчас умер у марины я понял что в жизни вообще очень мало вещей которые можно будет вспомнить и вообще хоть как-то понять что ты прожил жизнь не зря серьезно это радио бы вспомнить если мне сказали за все помрешь да ну да я бы конечно грустил от того что очень бы переживал хотя если не знаю что там да что вот как будто мои дети до без меня на что не буду жить кто-нибудь помогает что-нибудь сиротами будут расти без отца там так далее вот только это бы конечно расстраивало а так вот ну что ты работал что не знать когда с работы увольняешься и понимаешь что и мои вот что какой-то не лучшие годы какие мы не знаем кейдинг лучше но факт в том что вот это вот незаменимых людей нет что увольняешься давали других на имеют на нем материал до расходы расходы а вот например в творческих коллективах в том в чем-то таком типа радиоанонимус не так вот блин ну не так потому что нам нужно марина чтобы объективно ценить знания школьника который сейчас собирает ректангл вот 15 это явно же только такое может быть прямоугольник на 2 по высоте на 2 по высоте 15 да ну конечно ничего ничего нет нет ну вот у него 15 делится на 2 кого у кого у меня у меня нет вот которые те советуют ну семь с половиной разве нет осталось понять как пол клеточки закрасить в этой игре я просто логику немного не понял игры еще нужно закрасить какое-то количество клеточек вот да вот тут вот действительно какое-то что-то с чем-то получается уже верни 15 на место как она вот до этого было бы у тебя правильно просто у тебя 10 сдвинется немного выше 70 немного а 70 куда сдвинется 70 том-то и дело сереж можно совет нет ученик школьник не хочет выполнять приказы преподавателя 2 с родителями в школу к директору блин неужели все что мы сложили это неправильно неправильно конечно при вот это двойка где а хотя погодите-ка ну-ка 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 восемь нет конечно неправильно ночью не сходится нифига 8 только так игра плохая тест неправильный компьютер у вас боит это вы все то это вы против моего сережи все сговорились это у вас все неправильно у сережи правильно правда сережа блин 70 деревья никуда не знаешь как же тогда 21 21 сложено множители на 7 на 3 где рисуй 7 на 3 не 6 а 7 на 3 не 27 на 3 вот получилось получилось то получилось а вот 5 это опять а ну да там есть куда двигаюсь я не так давно на ради но могу присоединиться к сергею ради вас стало частью жизни ближе чем все с кем я общаюсь в жизни ну не весело это может но что поделать а почему не вечером не весь блин понимаете мы люди которые так получилось наверное даже к несчастью они к счастью что вот именно этот фактор что ты включаешь голову и понимаешь что просто вы манипулируют везде вообще просто манипулируют религии это манипуляции государства это манипуляция школы этому соли отеля за пиздишься ну что делать может сергеем запишем ну вот и что делать люди с этим смиряются как минимум все это понимают многие это понимают мне пофигу вот я многих коллег знаю которые нормально живут они не признаются как минимум в том что у них что-то не так а я серьезно я вот так получилось все нормально ты нормальный я мог бы спится если бы мне это доставляло мне реально не доставляет вообще то есть мне легче не станет и я это понимаю что до того как начинаю пить я вообще не начинал пить но с целью вот просто прям ощущаю как это будет и понимаю что ничего хорошего не получится сергей сделай куда 3 до 5 а вверх 15 прямо сейчас с тобой тоже манипулируют и вообще серёжа от меня подсказки не хочет принимать от него видите ли принимает кого от него я ничего не принимаю так же как и семидесятью тут я тебе подскажу серёж если ты на каком-то проект на каком-то своем стартапе встрял не получается ничего плюни иди дальше хороший жизненный совет дают осталось понять что значит дальше в этой ситуации ну ладно сейчас ну вот смотри ты на 15 встрял там сверху слева есть например 68 давай 68 разложи на множители подожди ну здесь то как это будет выше 15 вот клеточка вниз праве с ними прими свою ограниченность с 15 вот тот кто подсказывает и не знает весь вот 80 вещь вокруг цифры вокруг вообще по периметру одни цифры сплошные это говорит о том что это и высшенный возможный вариант 15 таким образом не может быть вертикально понимаешь нам что он затронет эту клетку выше 15 на одну клетку направо 5 вниз 3 выше 15 на одну плетку 그것ов нет вот в этом праве сша вдоль песнила но Gear Newcastle так здесь три а ну да да выше 15 до да да всё правильно правило это я уж просто что-то завлюхнула заехал я немножечко замечу серёже поставил не про а нет верните было так правильно четверка до было занимать 2 на 2 и двоечка и 15 который сломал сейчас было правильный вот я просто хотел заметить что серёжа построил некорректную конфигурацию с 21 21 одним вот и на основе этой некорректной конфигурации он и влип вот хотя не заметил свою же ошибку эта ошибка порождала ошибку в мышлении вот но вообще лучше был конечно серёжа попытался попытался бросить это вернуться потом к этому моменту начальник развел тут какую-то секту взрослого мужика из семьи увел заставляет его треугольники считать сатанизм какой-то вот только непонятно что его нужно я еще раз вам повторяю что значит увел из семьи особенно для мужика но и для баб на саду для женщин тоже семья еще раз он повторяю это не все это не нельзя создать слышал бы это некий сергей внучаев семь лет назад нет я никогда не говорил и говорил и говорил а как же киберсваха хорошо что вот скажите пожалуйста программист который я не знаю там очень хороший программист великолепно не знает английского языка он же будет страдать этого не бывает ну бывает почему нет этого не бывает ладно плохой пример и ну понимаете что я хочу сказать нет есть на вова придумал отлично отлично я придумал хороший пример и суп офигенный суп все есть все замечательно но не соленые блин зараза потратили картошки вот там меня продукты нашли удалось сварить его звезды правильно сложились получился суп и не переварили еще но соли нет но нет соли все хоть и тресни вроде суп есть вроде ты жрешь его и вроде бы сыты и не помираешь блины не помрешь никогда всю жизнь проживешь питаясь таким но не соленый вкуса нету вот хоть ты тресни гонишь вот некоторые люди например вегетарианцы говорят что вот мясо нельзя кланят я говорю я человек который который уверена что соль это я поэтому ничего не солит а я давай я вверх которым невкусно не соленые они хотели бы соли но соли не могут найти ищут ищут и не могут найти под супа можно понимать как жену и детей в моем случае когда у меня все есть я не могу сказать что это я не рад этому я рад что мне есть этот суп понимаете потому что он действительно очень вкусный и но не хватает блин жизнь это не только как и и суп это не только сергей у меня вот от тебя история про тульский пряник который пропитывался вагинальными выделениями жены перед свадьбой ой слушай ну ладно не будем об этом а что является в твоей аналогии ну то есть в реальности этой самой солью то есть чего тебе в твоем супе в виде семьи не хватает какое-то качество у твоей жены или детей или нет 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 вот это твоя аналогия качество у детей это все равно что придираться к продуктам понимаешь говорить что-то суп невкусный давайте найдем причину в ингредиентах да ингредиенты замечательные великолепные нет отсутствует некая компонента понимаешь еще одна или грань или ну то есть в самом супе все хорошо то есть там не к чему придраться вообще он идеальный но все дело в комплексе понимаете вот комплексе вот кулинарное блюдо передает это действительно идеально на мой взгляд идеальная аналогия чтобы понять что вот такая магия получается что все по отдельности хорошо но отсутствие чего-то одного какой-то мелочи можно сказать рушит все наглухо хотя все остальное абсолютно замечательным давай дорисовывай план своей квартиры это написали представляю что в игре изображен план квартиры шизофреника я бы жил в такой квартире хорошая квартира мне нравится блин я устал это 68 надо действительно разложить на множители явно что она здесь но это получается 8 на 4 это 7 же да у нас получается да все 17 значит 17 на 4 я посчитал здесь даже раскладывать просто вдруг другой комбинации не будет просто вот рисуешь и по-другому она никак не встанет хороший программист не знает ингреша умеет читать буквы понимать их обязан так манипуляция что делать учиться критически мыслить правда очень быстро можно стать циником мизантроп а потом тебе еще не будут принимать ни на какую работу ну что за партия для закрепления или надо надо двигаться куда-то дальше под водочку и мент можем не ну как сереже ты как чувствуешь что научился планировать бюджет предприятия ну да ты прав какие-то напряжение каких-то определенных извилин которые до этого праздности находились ощущается подсказывать что английский человек и английский не нужно знать программисту на 1с ведь программист на 1с это ничего не программист также пишет чтобы я включил старуху мха но я что-то боюсь ведь от старухи мха может случиться инсульт до давать я на эту переходить к кому-то вы все там про какой-то на это говорили теперь самая страшная часть возвращайся назад на предыдущую страничку и ищи игру нет поэдит перед этим давай тент поиграем очень хорошая игрушка тент вот в интенс это типа сапера что ли да а значится так правило увеличить немножечко размер игрового поля значится правило такие тебе нужно провести детский кемпинг в детском железном лагере нужно провести детский кемпинг это план твоего лагеря детского железного лагеря в нем по какой-то невероятной причине растут деревья видишь деревья задача тебе нужно расположить тенты палатки детей где они будут жить недалеко от этих деревьев но правило такое что рядом с каждым деревом можно установить только одну палатку палатки нельзя ставить друг с другом рядом иначе дети будут драться за место вот кровь кишки расчлененка тебе преподавателю это не надо правильно а цифра что значит цифры означает что вот в той клеточки или столбце может быть например 3 2 или 0 палаток стала строке или стоп сетки раскрывать да 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 то есть например здесь три палатки но можно по пересечениям понятно могу сразу начать со спойлера ищи строчки где 0 строчки и столбцы туда ни в коем случае не ставим полно понятно тут срочно палатки нет да вот таким образом от этого можно как-то будет отталкивать только одна палатка вот это пишет это сапер наоборот напишет 10 минут до ночного марафона ну видим мы его немножечко прогон доним потому что у нас такой-то и грабляцк идет вот сколько не слушаю ради вы и серёжу все равно не прекращаю удивляться раньше никогда не был с ним согласен на сегодня вы должны признать что тоже чувствую ради у своей семьей по ходу ради вы родной островок на тех кто не смог найти своих единомышленников и ирл вы удивитесь но нас очень много безумно много но как бы система делает так чтобы мы друг друга не нашли специально я в этом убедился где видеопоток на главной странице есть ссылка открыть видеопоток пишет здесь все мои друзья подсказать да не не я понимаю вот здесь вот например 2 и 2 написано то есть 2 в то есть не они не то чтобы даже вот тут вот тут точно нету но тут столько много деревьев получается например вокруг этого точно должна быть палатка но точно не здесь и тогда как сапер наоборот действительно вот вокруг этого точно должна быть одна палатка так 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 ну вообще бы я это бы не сравнил по крайней мере я ничего наверно я тупой наверно три да смотрите три причем обучаться потому что я тебе как бы даю задание ты их пытаешься решить не так же не интересно это же как бы головоломка если дать готовый какой-то алгоритм в чем суть то тогда так можно так можно и кубик рубика также знаешь тебя обучить программированию понимаешь программированию детского железного лагеря ты столько мечтал создать дед а если вот тут палату если тут палатку поставить это будет считаться как палатка этого нет а ну тогда тогда вообще все просто видишь она красная значит в этом месте здесь не здесь вот здесь может быть здесь может быть и здесь может быть так соответственно вот эти под эти делают подсказку вверху вверху три палатки должен быть верхней строчки собственно три дерева то есть больше нигде они стоять не могут три палатки а тут то может она стоит ну вот так вот если рядышком нельзя если нарисует красненькую значит все а ты говорил что они я это забыл все блин ты просто правило мне прочитала я не запомнил их я задумал что они рядом могут быть но все тогда все тогда просто стоять не могут а вот так она может поделиться я так она вот так она легионали к дереву может не может не может все тогда вообще просто это очень простая игра ну вот я это думал она как в сапёре может вот тут вокруг в любом клеточке летошки находиться тогда элементарщина то есть это уже с палаткой здесь палатки нет значит у этой получается палатка здесь у этой палатка только здесь у этой палаткой здесь нет потому что они рядом будут значит единственный вариант остается нет единственный пока а тут почему потому что по диагонали они рядом что ли или что да у тебя в инструкции написано что по диагонали даже даже по диагонали нельзя чтобы они были а тут дети передерутся тут так значит но я понял тогда да тогда действительно еще проще тут два написано тогда так есть тоже два написано тогда так нет вопросу стать программистом автис 100 сереж будем учить ассемблеру люто реквестирую ну пипец тут дерево без палатки получилось сергей пытается использовать как-то выкроить неиспользуемые деревья для своих личных детей чтобы неиспользоваться в карман по знакомству нашел здесь все есть тоже получается вот так здесь уже не учтенные деревья так тут один тут два 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 нет так нет гадать начали два нас и тут 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 сережа заплатил чтобы поиграть в игоре сережа заплатил ничего я попытался сделать эксперимент обучению программированию вот но джава для нас это слишком сложно мы вот решили учиться программировать вот игры и 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 в и и и и эксперт по рынку труда разговаривали про то сё и вот он договорился всем надо стать программистами получать много сказали что не все что все не могут стать экспертный эксперт сказал что всем надо переучиваться из грузчиков программисты и быть успешным по скриптам где мне записаться на курсы по программированию вот видишь курсы вот у нас это курсы так вот как выглядит программирование не был бы этого человека или этих людей не был бы игр ну вот между прочим автор писал что лично зря жизнь знаешь зачем я придумал сережка сереже сломали сергея да ты делся ты так мы мы его сломали сережа алё алё ты я сломал не слышу меня вроде о них а немножко струили а я и а я а я а я а я а я а я а я я я а я а а я а я я я я я я я алло а я а я а я а я я все меня слышно я вас слышу это все ваше программирование радио перформанс ну чё делать-то будем я тут так вот тут 0 так тут 3 тут 2 сейчас слышу до до этого падает вилась автор трансляции звук я щас не знаю это бишь серёжа аутист его лишь напоминать про контакт а то себя уходит трансляции работает звук ну хорошо а всех слышно и меня и вас ну вот это дерево осталось чем если сюда поставить тут вот тут мне ты знаешь зачем эту игру придумали нет автор нет у автора была другая сугубо прагматичная причина зачем он написал какая же автор поставил linux и какая связь в linux игр нет человек нечем заняться зачем linux создали ты знаешь нет потому что у одного финского студента не было денег на эмулятор терминала а потом этот финский студент постарался еще своим преподом по операционным системам вот там написали теперь начальник сломался это какой-то веб-радиовирус пойду помою уши пустырника вдруг это заразное слава стиму теперь есть тигры нативные вину слушать я посмотрел ваш steam вот за все эти годы впервые как вы этим герном пользуйтесь вообще вот он спрашивает of t100 сереж будем учить ассемблеру лют или лютый реквестирую это что такое но все решили что такое тесто это виртуальная машина со своими головоломочками так давай то же самое только давай размер будет скажем 30 на 10 ну дойдем видимо что время то у нас уже конечно того но что поделать вот так же есть уровень сложности сережа ты будешь на изи или как вот профи нет все постепенно я за последовательное увеличение сложности уж давай окей нет просто когда ты пытался написать софт для вебинаров и это на последовательное увеличение сложности как-то не очень тянет не надо тесто за реквести ему за витнес пусть скачает там графен кстати да сереже есть игрушка витнес там очень интересные вставочки с классикой российского кинематографа правда боюсь витнес ты не осилишь потому что что время того куда-то вы все торопитесь вы куда-то опаздываете но у нас как бы марафон должен был быть может если сейчас сережа будет играть в нету то еще часа два собственно один это и как бы я все и начал предлагаю марафонить сырожу сырож кстати ты говорил что до 6 утра можешь да ну да надо только перерыв будет сделать пожрать хоть чем-нибудь я просто могу как эти из новостей подростки играющие в дом которые там играли играли и откинулись короче я как минимум могу на начата трубиться ты истощение играть давай у тебя вон сколько деревьев твой значится если оставишь какие-то деревья без палаток значит твой лагерь значится не будет приносить достаточно гешефта и после дня зарплаты признают банкротом у тебя детский лагерь ты так долго о нем мечтал ты вот так долго хотел и вот у тебя конкретная реальная задача чисто конкретная чисто реальная разместить детей в своем лагере серёжа ты где я думаю я где где тут я здесь не надо думать здесь надо расставлять палатки кстати насчет стратегии ему же ведь еще ничего не не порекомендовали да да они порекомендовали у нас есть исходные данные у нас есть цифры вот эти как минимум есть за что уцепиться здесь алгоритм это для тебя придумали есть кстати здесь единицы тут в принципе другой стороны нет тут 0 тут нет этот палатка точно здесь тут 0 вот то есть а у этого дерева вариантов большеньких нету соответственно здесь 4 какого дерева еще нет вариантов здесь она не может быть здесь она не может быть здесь она не может быть только здесь получается это ночь так бля пиздец я выпал на час создал поле огромное которое в экран не влезло и так и не разобрался ой некоторые игры я неделями собирал вот у меня планшет неделю работал и неделю я собирал причем без я еще не знал многих стратегий и я неделями собирал нет у меня голова пиздец как болела от этого палатка здесь сергей как ты смотришь на то чтобы установить какую-нибудь рпг ты будешь управлять персонажем а начальник будет чего вещать и давать ценные указания да ну нет рпг доведем человека до того что человек бросит жену бросить школы будет с утра до вечера в квак рубиться а в отчеток чуть-чуть так немодный чем такой немодный почему-то не трендовый не кликабельный если тут один то какой же у этой палатки значит это не здесь значит это единица у этой палатки смотрите смотрите он он методом исключения убирает неправильные варианты возможно у нас у него вернее есть шанс подпишут сырожа сырожа завидно запиши куда-нибудь и скачай будем все ради вы проходить помогать не кстати действительно хорошая игрушка если она у тебя заведется было бы клево в нее поиграть всей ради вы с тобой там тоже головоломки если что правда не совсем такие как здесь серёжа чем молчишь думаю я надо же решить надо же не посрамить нашего учительского брата короче короче все не то на это единственная палатка вот это сергей тебе дали твой личный твой личный детский железный лагерь ты одним так хотел так долго и так фей лишь первое же задание ну как то почему вот я это уверен что все передаете страдают их завезли они там в автобусе морды друг другу уже бьют и вот и вот это правильно и вот это и вот это раз два три вентам сверху еще одна возможная комбинация в самом верху самой верхней клетка это еще одна возможная комбинация вот вот соответственно здесь тоже все очень просто дальше вот 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 и вот и поехали дальше по ки дочкам смотрите дети из автобуса бывают они уже перестают бить друг другу морды все околаживается в лагере сереже но осторожно сергей если счет внизу 1 1 вариант комбинации вот тоже поставил так что не все так очевидно вот там где после нуля троечка вот здесь вот здесь да я говорю в том плане что здесь не все так очевидно ну чё по моему только так смотри сам сережа твой детский железобетонный лагерь или железнодорожный я уже не помню нет про железные дороги я говорил только потому что есть детские детская железная дорога и очень детский железный лагерь очень интересное явление детские железные дороги ну тут если это правильно то единственный вариант вот этот соответственно тут единственный вариант тоже так вот нам пишут писали старые сообщения почему учителей большое число и многие просто богами себя возомнили вокруг детей это вопрос ну или вопрос или утверждение ну как наверное либо даже третьего никакого не дано либо учитель работает потому что за какое-то проклятие я бы сказал как у меня случилось я же случайно попал в сферу образования мне в толдычило что я всю жизнь с детства мечтал найти такое занятие чтобы ощущать себя полезным я примерял разные такие вещи на себе в том числе и наверно поход в армию тоже был иллюзией о том что вот я пойду в армию я буду ощущать что я приношу пользу я был какой-то наивность тогда я помню вот это чувство идешь тебя погоны сапоги но понимаешь что люди опять же опять же все во всем виновата система люди которые тобою системы какой я ценил то есть понимаешь ты люди для которых ты ресурс используют тебя никак вообще и какое может быть удовлетворение когда ты понимаешь что не ты распоряжаешься собой своими ресурсами от тобою распоряжаются и распоряжаются ну короче надо так суметь надо суметь сделать так чтобы постараться сделать еще хуже никак ну и вот когда я попал в эту сферу образования причем так достаточно вольно то есть мне дали свободу помните вот эти все беседы с детьми там был кружок такой то видите просто приходили потусоваться мы с ними там на радио выходили в эфир вот и с ними разговаривал там пушистик тогда такой был с этим детям уже по 18 по 20 лет кого-то уже свои дети родились кошмар какой-то так вот меня тогда тоже все это так порадовало я думаю круто вот она где вот можно вот действительно хоть как-то хоть какую-то там на йоту на какую-то влиять на то что происходит вокруг потому что эти люди они вот вы понесло тебя понесло я рассказываю как есть вот но я просто говорю одну из двух либо человек действительно приходит чтобы самоутверждаться быть хоть над кем-то как сказать как бы главным ну да 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 хоть над кем-то читать морали вот как им это не надоедает я удивляюсь вот вот вы вам жизни это пригодится ли как вы жить будете ля-ля-ля и как вот я не знаю детей будешь распределять в блоге я попытался это написать они сами как в этом поезде школы едут они не были никогда не жизни не видели зачастую никогда вообще они закончили школу пошли в пед и из педа опять вернулись в школу но чему может вообще какие наставления может давать такой человек ну однако живот дают такие наставления разве педагогическое образование не должно обеспечивать все это да я тебя умоляю любой человек по-моему неважно педагогическое даже врач тебе скажет что медицинское образование наверное это только часть того что ты должен приобрести чтобы стать врачом все остальное это опыт это интуиция какая-то это какие-то качества которые ты должен себе развивать какая-то магия тоже зачастую не знаем очень все печально с образованием вот я в плане образования все чаще понимаю что это такое какое-то вот наставничество высок высокого уровня как же это объяснить то высоко что-то не поддающиеся короче говоря рациональным каким-то как бы это сказать категориям что ли нельзя это что-то такое всегда сложно объяснить попытаюсь потом как-нибудь так у нас здесь два дерева должно быть а тут три целых три причем одно у нас уже есть вот тут дофига деревьев 2 вариантов не только здесь чем тут 0 значит одно из двух если ты запутался ты можешь поменять обход в сторону обхода с горизонтали на вертикали наоборот я не запутался то есть здесь получается два у нас уже есть так как здесь три а тут 0 соответственно вариантов нет только вот так тут тоже только вот так вот они три вышли у нас это у нас 0 соответственно только так так и так тут один только так здесь два только я забыл забыл что у нас еще тут обозначены горизонтали же еще обозначен то есть тут наставили господи может палата кто-то наставили да уж это дерево без палатки осталось но тут ну и и и 3 описали делится на 2 2 семерки единицы в остатке не учтенка вагонку на дачу купишь так предложишь что-то конкретное к примеру объяснить нахуя нужен мотан показать где и ирл он используется и показать различные способы решения задачи их сравнения и живое общение в общем это не дело когда в школе ебут уравнениями до 9 класса здесь это начинает вкратце заваливать новыми темами с упором в подготовку к тестированию в итоге материал 10 11 класса заново нормально не всегда проходится в шараге или самостоятельно вот кто это написал можете выйти на связь потому что в этом была суть моего стартапа самого главного где мотан используется в реальной жизни почему нельзя для всех нуждающихся так сказать вот взять учебник и написать что вот каждую строчку учебники по математике физике химии взять где это используется в реальной жизни если это электронная учебника и кнопка сквозь список по принципу вики которые можно дополнять вот эта формула используется в расчете я не знаю там какого-нибудь полета я не знаю ядра или там это математическая как математике подскажите конструкция не конструкция математическое понятие господи то же самое физики говорю химии или там биологии даже слишком общими словами говоришь чтобы тебе подсказать серёжа я тут я например интеграла где используется для реальных вычислений но физики не прикладывается вот хотя бы и тут такой школьник вылезает говорит нахуй мне ваши интригалы я журналистом хочу быть нет журналистом журналист должен свое мышление тренировать аналитическое подход вот вот господи у меня вот я тебе рассказывал и друг журналист мы с ним учились в одном классе просто был очень упертый товарищ в итоге он закончил мгу факультет журналистики и работал на разных каналах причем разные у него совершенно были должности задачи он никогда на чем-то одном не засыклился а еще а еще логарифмы если говорить что когда вот тебе говорят зачем мне что-то какая-то конкретная тема я буду журналистом это человек говорит то же самое зачем мне русский язык я не на уроке русского языка или не на экзамене кому нужны глупые журналисты я просто тяжело представить это нет я вообще любые предметы воспринимаю как упражнение для ума вот например если сравнивать с физическими упражнениями смешно же когда ты тренируешь только одну группу мышц и говоришь что я отмоле боксер мне надо только вот такой удар тренировать и все в башке от мышцы еды ты понял аналогии наверное что упражнения должны быть самые самые разные потому что все мышцы связаны и нам только так кажется что работает что-то одно на самом деле работает всегда все вместе очень замысловато и очень хитро поэтому я думаю если поставить такой эксперимент взять ну не гуманны и абсолютно взять человека и вообще лишить его математики в общем шпиговать его только литературой русским языком там английским языком каким-нибудь филологическими знаниями и вообще вообще ну нисколько даже он не будет 2 плюс 2 знать из него очень хреновый филолог получится по моему мне так кажется я думаю что скорее всего так и будет потому что даже в его работе гуманитариям нужно навыки мышления которые прокачать прокачать можем только решая задачи те же самые допустим или выполнять какие-то вычисления упрощая выражение решаю такие блин задачи как вот эта палатка вот как этот конфликт решить тут два и потерялся ну да я знаю я знаю ты как административный работник пишешь объявление организация срочно примет на работу менеджера по палаткам оплата достойная работа с детьми бурно раздевающаяся компания работа с большая честь сергей смотри шестая слева клетка шестая слева точнее справа вот налево до шестая клетка там тройка у тебя вот там будет все однозначно размещаться и на иных каких-то вариантов просто не на самую правую часть шестая клетка там тройка у тебя справа налево шестая клетка да вот вот это по вертикали выстрой тут однозначно может быть а палатка получается общее для нескольких деревьев или нет и какая там систему здесь я вот так было так было общих палаток быть не должно на палатка может быть рядом с несколькими деревьями то есть получается мы палатку поставили эти деревья тоже должны быть своими палатками обеспечены да 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 у себя в конце концов если ты не поставишь палатки то у тебя твой лагерь будет терпеть убытки вверх дострой там же где там же три тройка вот это да 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 блин все уже эти деревья конечно нет она не вниз будет а вправо так вот напишет ты нам про погоны и коня не рассказывай я твой ремешок видел натянутый по самые сиськи как у молодого нас не проведешь до чем рассказывать я не в части служила в хрени в какой-то я мне пофигу было на все эти ремни не ремни застежки вы же помните эту фотографию где там курят все стоят все кто в какой одежде вообще взброд полный то была часть такая туда прикомандировали всяких разных раз так мы все были мы подсудимостью баня поняли давай решай решай так написали сервис ты несешь хуйню детей в первую очередь нужно с ранних лет чем-то заинтересовывать показывать чем занимаются на такой-то такой-то работе спрашивать ну чё охуенно нравится и если получит утвердительный ответ говорить показывать этим какие науки нужно изучить для работы там подогреть их интерес к самообразованию и хорошо и если все хорошо пошло дырочить их этими науками примитивный какой-то нагляд вообще с понятия профессия и вообще представление работе как о каждодневном выполнении каких-то одноптипных действий мне кажется уже уходит в прошлое то есть надо о работе говорить как о сфере деятельности в довольно широкой сфере деятельности в рамках которой ты будешь заниматься довольно разными делами в том же самом в нашей стране в нашей стране работе можно говорить о каждодневном походе в ад ну может да давайте посчитаем на вот этой строчке 10 до 1 2 3 4 5 6 7 мало очень мало значит на видео поток а видео поток по ссылке открыть видео поток внезапно где мы там используем жизни в школе к примеру не объяснять связь производной интеграл с движением тела а это очень полезный наглядный пример для их понимания кстати шутка моя нравится ли вам интегралы и ой нравится ли вам логарифмы это была шутка из книги леонида каганова что за грибы там журналистку спросили а вам нравятся интегралы какие-то логарифмы вам нравится потом журналистка начала говорить ну у него же должен быть какой-то логарифм поведения вот так вот и здесь в общем леонид каганов что за грибы да да ну и задачка серёг у тебя есть логарифм поведения нам нам у меня стрелка осциллографа 26 человек 26 человек что 26 человек и все они считают тебя своим папой в каком-то смысле почему 26 откуда 26 ну чё-то вырисовывается чё-то типа того наверно я люблю логарифмы которые сходятся к плюс без конечности вот это я люблю логарифмы которые сходятся к плюс бесконечности по оси или а пошло дело алло 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 не в среднем роде считают а понимаете как то вот я на них смотрел в четвертом классе и они также дали пятый класс вот у нас будет классный руководитель а кто у вас будет классный руководитель ну как бы я просил что вы мне это класс дали сам и я допускал конечно я буду их классным руководителем нет не верилось и вообще так было конечно кто будет я чувствовал что они для них этот человек очень важен то есть им абсолютно ни в коем случае не было безразлично кто будет этим человеком хотя казалось бы да но уже можно было не питать иллюзий понять что это формальность просто должен быть классный руководитель все выделит какого-нибудь из учителей ну и все никто к этому скорее всего так не относится что вот мой класс там ля 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 все это дерево такая дерево так осталось не охвачивание хвостик аль и 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 аль алё 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 да билеты поменяют все у меня на чем я остановился тебя спрашивают у тебя есть логарифм поведения а правда шутка логарифм уже ушла в общем все неправильно вот это дерево никак не поставить полотку сергей а у вас в классе есть такие аутисты как наш наш это кто ну видимо про меня нет ты слишком у нас таких нет умных людей есть замкнутые очень люди которых даже голос человек имеет ввиду людей которых вот так вот могут в цикле говорить о ле о ле о ле эти палатки меня заколебали уже я наверное не осилю сегодня тут 10 допустим я от балды наставил уже вот тут явно не совсем немного осталось ну ты знаешь я наверно не раскусил эту игру но мне осталось немного но я думаю что тут очень много неправильно всего наставлено сойтись то должно и по горизонтали и по вертикали и по горизонтали тебе так кажется все сходится я рассчитал вот вещи ты рассчитал бег ну вот это дерево вот чесим делать вот тут два тут уже все использовано и слева и справа от него тоже все используем здесь уже один здесь уже получается но туда и нельзя поставить лишь сюда нельзя поставить потому что использована все вот сюда уже нельзя поставить туда тут переставляет другие идеи если они тебе решают ну да вот тут получается не оставляй ни одной палатки иначе дети замерзут или будут или будут делать новых детей сероже сероже можешь не записывать сохранил эту ссылку скачать бесплатно без смс игра витнес что заглядят расскажи вид нас это набор головоломок странный набор честно говоря я его сам не осилил но тебе обещают всей ради вы помогать вот головоломки с такими видео вставками в том числе советского кинематографа даже кто там из советских режиссеров отметился в этой игре напомните я уже не помню какой-то маутист до видео вставки там в одном месте скорее пасхалка тарковский был это я видосики те делал там там и тарковский было еще кто-то там был из таких метров вот сначала верхняя слева от него ставишь не слева от него стоит от центрального идешь вправо набор наоборот пообещай что будешь играть в эту замечательную игру повторяю это головоломки сереж но постараюсь в общем завтра тогда мы тебя ждем автор я наверно поеду и детям зачем тебе семье и дети ты сам сказал что семья не нужна я говорю это все равно что вылить суп и искать вот я нашел соль теперь буду только солью питаться так вот серёжа у тебя есть мы и поверить такого второго шанса у тебя не будет раз два три четыре пять шесть семь восемь девять значит ведь два есть два так нет так получается и 4 822 вот это дерево тоже семь раз два три четыре пять шесть семь раз два три четыре пять шесть серёжа не можешь думать не мучай жопу время позднее проспись и приходи завтра за место и граблятская нет почему я же как-то еще потуги какие-то же совершаю серёжа что ты делаешь как отец чем заключается твоя функция да самое страшное что большинство мужиков в россии вот задайте этот вопрос и будет очень ответ такой если у матерей хотя бы четко есть там готовить убирать да там то отцов одну как вот сформулировать надо общаться с детьми надо проводить с ними время время проводить как просто как кажется то есть не может тупо просто вот садиться каждый день ну что расскажи мне как у тебя дела тому с ребенку на начале не делаем мы так делаем каждый день каждую ночь нет в том то и дело что если просто так ну как дела то это очень быстро надоест вот видишь вы придумываете какие-то активности скажем так в рамках которых можно уже выйти на разговор пообщаться там порассуждать на какие-то темы это не так просто как кажется еще раз говорю и в этом мой стартап и заключался раз два три четыре пять шесть семь восемь потуги совершаю вот вот тоже потуги завершал и не вышло толком хотя было больно а через полтора часа вы и без и без поток прошло что вы делаете как отец теперь я тролль девяностого левла ну господи аль два дерева палатки все уже поставлены могу подсказать а если поставить палатки больше некуда если какие-то другие палатки стоят не там где надо я понимаю конечно же посмотри где не хватает на какой вертикали у тебя не хватает и горизонтали например 10 3 вот на третьей линии как раз таки не хватает двух палаток а что ему тут не нравится лишние да там 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 в строке где 8 можно поменять немного правее центра не понимаю еще о чем речь не обращай внимание в общем серега я тебе скажу так детский железный лагерь для тебя пока сложновато нет я доделаю сейчас и осталось буквально несколько детей разместить веруете ли вы в серёжу у него не получится давайте рассуждать вслух короче говоря действительно где-то палатки поставлены лишним если палатки где-то поставлены лишнее то значит их можно переставить то есть нам нужны вот эти деревья поэтому мы где-то здесь будем анализировать по горизонтали и вот по вертикали допустим если она поставлена лишнее например значит надо переставить должна быть возможность переставить возьмем например вот это дерево и и палатка его палатка вот допустим она лишнее ну да допустим она лишним потому что тут написано 5 мы допустим хотим вот сюда поставить а нет тут будет тут тоже 5 сергей посмотри линии в которых у тебя не хватает палаток ну давайте посмотрим у тебя вторая строка например сверху вторая строка сверху это что называется горизонтали или вертикали однако у тебя размещена всего одна две строки да вот это вторая строка сверху у тебя должно быть три палатки однако у тебя там стоит всего лишь одна следовательно тут на эту строку тебе нужно добавить две палатки куда-то значит их по соседним линиям нужно найти где они стоят неправильно ну давай да рассуждать по соседним линиям где они стоят неправильно такой будет критерий того что палатка стоит неправильно ну как минимум то что ее можно хотя бы поставить в другое место давай вот вот начнем с самого начала допустим вот сюда мы можем поставить палатку нет вот эту вот сюда потому что она будет по диагонали сюда тоже не можем вот эту вот никак не можем переставить дальше вот эту эту тоже никак не можем переставить а это ее единственное правильное расположение эту аналогично она либо с этими будет конфликтовать по диагоналям либо вот подносительно дерево будет стоять идем дальше вот это да тут уже есть вариант нет если приставим сюда опять будет тут 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 тоже эти диагонали все получаются тут пойдет диагональ ну получается это тоже на своем месте при условии что вот это на своем месте если это убрать то это например можно будет поставить вот так но как тогда это где сюда допустим а тут опять это то есть можно вот такую сделать рокировку допустим к примеру совсем уж а тоже нельзя вот куда я даже так ставить так допустим так все рушится короче говоря все рушится в замке внучаева вот мне пишут до сих пор ешь борщ я по звуку слышу как жир зажирка смягчает падение ложки в миску нет это не борщ это я щас ящик начальник а ты в курсе что железная мочалка накапливать все кусочки печи который там остается греют нет ни в курсе потому что я использую много моющего средства и все эти вот кусочки отваливается у меня мочалка всегда чистое в этом плане я чистюля ну и да борщ я вчера уже рассказал рецепт берешь борщ просыпаешься ставишь борщ на плиту и идешь спать два часа через два часа выключаешь вот очень плохой рецепт не советую понимаете что вы сломали сереже вы сломали сереже его детский железный лагерь сергей почему ты так боишься этих восклицательных знаков в этом нет ничего плохого их может быть сколько угодно у тебя из-за этого игра не сбросится не закончится ставь именно с ошибками пусть они будут и анализировать если он не будет убегать от восклицательных знаков учительница или там заучили кто еще придет и даст ему линейкой по рукам ну допустим так 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 и два стола пристала до зоны 2 айхэв форвордс фу ю лав вы слышите и скрипят прям отсюда вообще я бы на месте сережки использовал бы два принципа принцип исключать невозможные варианты сережка до него сам дошел и принцип если что-то не получается плюнь забей и начни с другого с другого конца но сейчас я палатки переставил уже запутыванием по не помню как они стояли все этого дерева то есть я получил такие же проблемы как например вот здесь то здесь не хватает палаток и тут теперь у меня не хватает хотя до этого все было нормально то есть задача заполнить вот эту строку чтобы было три она меня привела к тому что она меня привела к тому что детский все не то кстати сергей обрати внимание по-прежнему тебя 3 с . с тремя тентами по-прежнему пустая а что значит зеленая это зеленые означает что здесь точно ничего не будет это такая подсказка выделение для тебя своего чтобы ты лишний раз не нажал заметка как сапюре ром можно ставить серёжа начал говорить обрывками фраз мне кажется им пора отдохнуть ну серёжа вот вот над на грани он сейчас поймет что детские железные лагеря это сложно и все не то и не будет их больше делать вот нам написали пусть вид нас тогда поставит покупать игра конечно не фонтан но лучше чем джл а что такое джл детский железный лагерь но ведь есть еще бесконечный завод серёжа играл бесконечный завод нет конечно ты что я не сумасшедший такие игры ему давать серёжа ты хочешь открыть компанию по производству чего-нибудь бесконечный завод управление фабриками производством товара и вот это серёжа увидел что у детей нету цели в жизни поэтому захотел им построить детский железный лагерь до серёжа иди отдыхать завтра тимич попробуешь на изи левелах а вечером сдашь экзамен так вот это изи вот то что сейчас на экране это изи вы слышали как у меня ложка упала она сама третья палатка третья палатка здравствуйте вас приветствую третья палата или еще была игра из головоломок на движке сириус м за талас принципу ну это серёжа не осилит нам бы вид нас бы поиграть с ним вот уже было бы неплохо ну и конечно же бесконечный ладно ну ладно я знаю что надо сейчас мы сейчас запустим еще кое-что серёжа решил четырить я сейчас знаю что он сделает сейчас он быстренько на каком-нибудь фриланс сайт создаст работку запустит teamviewer и предложит вот это самое людям сделать сделать серёжа ты пользуешься такими программами да я сейчас сейчас сделаю потом я прямо в шоке серёжа пользуется такими вещами откуда откуда серёжа то я бы о них узнал ну как а что какими вещами то ну гриншот хотя бы серёжа а современные дети видели роботов амазона они в курсе что они будут никому не нужны каких роботов амазона эмм ну компания такая амазон они занимаются продажами книг и каких роботах идет речь на их складах роботах очевидно причем одни роботы у них не работают люди у них не работают люди грузят товары там как-то выбирают их упаковывают все это на рельсах выезжает там их подбирают дроны и они прямо улетают со склада нет это прикол или серьезно видео как все это работает есть на ю тубе кроме того есть новые видео того же бостон динамикс дай на микс вот где они показали нового атласа вот атлас умеет делать с то чего ты серёжа явно не сможешь смотрите какой графон какой экшен пошел так серёжа спалил так вот напишут 4 бан на 16 часов это где так жестоко обычно серёжа сам себя банит где-то на полгода почему серёжа аутирует и молчит в собственном эфире а я сейчас вот ну вы поняли да что делаю да мы поняли где же мы на косяке где же мы на косяке верхний ряд получается правильно здесь правильно здесь правильно ставь гимп серёжа ставь гимп и делай второй скриншот и смешивай слои как difference так ты ответишь про видео поток или заигнорил но что тебе непонятно как ты видишь ссылка ведет на не совсем стандартный адрес у тебя есть если есть фотошоп сойдет и фотошоп нет слышно слышно сейчас серёжа поставит гимп гимп взлойнулся у тестов нет мы сейчас будем профессионально читерить с помощью гимпа это это мы еще кстати серёжа и чит энджелы не научили между прочим вот я считаю что образование детей в области программирования начинать именно с чит энджина там по крайней мере собственный отладчик и диза семблер есть вот и ассемблер собственно тоже можно сразу попатчить так нам а он умеет две карте взять склеить дучить серёжу плохому серёжи софтина шот что-то что-то у меня с ума сходит опять ну это и ничего это бывает все серёжа пропуск лицо перегрев приложите ему мешочек со льдом у меня слышно что происходит да да ну что ну что ну что сказать вам сергей в чем суть эфира что мы пили на этот раз суть эфира в том что ты пропустил все самое интересное и теперь не разберешься мы учимся программировать в гимпе мозги серёжи скрипят сильнее это про падению ложь про падение ложки было если не ошибаюсь ты спросил слышно ли это нам было короче завтра играем в витнес а потом если серёжа будет хорошо себя вести мы дадим ему премиум урок игры в нет вот потому что после только он если он собирает в нет и выиграет он сможет наконец-то все свои стартапы закончить он сможет наконец-то решить все свои жизненные сложности проблемы ну и так далее интересного бс гимп был будет воспринимать как три отдельных окна или что вверху так сейчас сейчас где у меня гимп момент у гимпа есть одно оконный режим сингл windows мод я не знал об этом мне гимп бесил всегда этой хренью радио анонимус спасаем жизни так и как команду еще делать дальше открывает два скриншота в гимп который ты сделал один вот с твоей игрой второй с правильным решением второй скриншот еще не сделал сейчас вы увидите профессиональные читерства только на радио анонимус 4 4 при помощи гимпа а блин что это за картинки не спалить бы че ни того пока еще ничего не спалил но я чувствую что ха 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 так короче пилю факью по гимпу для аутистов 1 ставь шиндовс 2 ставь photoshop нет мы только за свободный софт так это у нас первая картинка отлично открывая вторую картинку ничего не спалил не переживай все хорошо эти нормально получается она как откроется 2 картинка откроется не переживай сейчас мы все сделаем с тобой же профессиональный учитель все хорошо мы вместе мы рядом не переживай все что сделаешь это неважно ты ничего не сломаешь мы тебя поддержим за ручки вот блин а теперь тоже сводка возможно ты открыл одно и то же бывает такое ну не смотрите сварим салатом палаток не так видите серёжа не нажимай мышкой нажимай control пейдж даун да да ё-моё серёжа зачем тебе мышка я тебе сказал control пейдж об control пейдж даун не работает найти бы еще на ноутбуке при джепп и ждал они на дополнительной клавиатуре на нам нам локшин надо тогда будет тебе неудобно окей ладно тогда давай так control а сергей control а или выделить все но а у него уже вроде выделена к трл ц и переходишь на дополнительный но дополнительную вкладку новый слой создаешь и вставляешь туда туда просто control вы сразу можно нажать control а похоже не работает потому что работает что у нас ненависть но мы же еще марафон не начали марафонить так к дальше в предыдущую вкладочку иди вот и там сделай control в вот там где вторая картинка была вот там на ней сделай впереди в нее и сделай control в ну и пока ты не сделал здесь блок так вот видишь справа появилась такая где слои волью не делай не делай так вот там где плавающее выделение вот нажми в маленькую такую белую кнопочку внизу слева самая левая кнопочка плавающее выделение нажмет маленькую беленькую такую кнопочку над над словом кисти где внизу посередине экрана есть такая маленькая да и теперь ты плавающее выделение превратил нажми нажми превратил в обычный слой отлично серёжа у тебя хорошо получается твоя мать прекрасная женщина так теперь вот там где написано обычный режим обычный выбери различия не надо не двигай вот там где вот у тебя режим вот на самом верху где написано слои каналы контуры чуть не записан режим обычный вот вот сам внизу списка раскрывающегося будет разница будет difference различные отличающиеся а теперь серёженька двигай 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 касатик двигай молодец серёжа у тебя хорошо получается видишь как просто видишь как красиво видишь серёга нет я сразу до этого не допил рубли я не знаю какой по результатам всех этих страданий диагноз но вот это я бы не нашел конечно то есть это нет хотя нет мы же искали их но просто получается как карточный домик начинаешь представлять ломается не там где нужно в общем получается вот это у меня стояла да тут сейчас фиг поймешь да серёжа если ты поставишь немножко точнее то все то что было у тебя просто исчезнет если ты чуточку поточнее подвинешь слои вот она разница то где ну балдеть раз-два-три-четыре до чтобы вот тут сошлось надо был тут две палатки переставить или я не понимаю что это значит получается а это а это что одну брата убрать местами поменять вот синяя видимо это то что не было а вот такое блюкало это что было это так представили наоборот нож режим разница поменять на обычное увидеть в чем отличие ну а также можно конечно включать выключать верхний слой вот попробую нажать глазик рядышком со словом вставленный слой глазик я знаю знаю где все включил ну да в общем тут конечно ну вот ну вот две палатки точно совершенно эту надо было вверх и отсюда сейчас уже начнем марафоне сейчас серёжа пойдет плакать мы начнем марафонить плакать ну ладно все пойду я до серёжа ты скажи плакать пойдешь смысле плакать ну в подушку о том что у тебя был детский железный лагерь как ты мечтал в последние семь лет нет делали сделали все еще безнадежно минуты даже это за файл ты даже не смог расселить детей в нем для меня это не даже это для меня это уже это то есть фейл для серёжи уже по деба да ну такое как бы серёжа значится завтра подготовь игру за вид на ссылку тебе на нее давали вот завтра и помню что марина она как бы делал наживное еще а вот детские железные вот лагеря это уникальный шанс ну серёжа вечером надо только вечером подумает чего ты отказываешься не может быть я запишу стрим и выложу его создам канал серёжа серёжа канал на ю-тубе конечно очень хорошо особенно если туда прям сразу вещать это вообще прекрасно но я уверен что ты дальше начальной заставки не пройдешь ну ладно хорошо где ссылка где она вот в чатике сдавали но сейчас мы это все сделаем еще раз в общем серёжа спустя столько-то лет прикоснулся к своей мечте серёжа спустя столько-то лет сумел победить некоторые сложности серёжа спустя столько-то лет можно сказать пришел к успеху и даже распланировал бюджет нормально вот и даже паутинка распутывал серёга ты чувствуешь что ты успешен пока нет к сожалению ну ладно но ничего москва не сразу строилась сергей не сразу воспитывался так что на сегодня это все спасибо за внимание серёженька нам вот серёженька нам доставлял пока пока но мы с вами начинаем наш марафон серёжа ты это отключайся ты уже кино то все прежнему от тебя идет